В просторном кабинете было тихо. Тишину прерывали лишь изредка булькающий аквариум, а еще с мешки молодого мужчины, что валялся на диване, закинув ноги на подлокотник. Он переписывался с кем-то в смартфоне, периодически хихикая. Мужчиной, что флиртовал по СМС, был Денис Ковриков. Денис занимал должность замдиректора крупной компании «Подиум», что занималась созданием дизайнерской одежды класса «Протопорте», а также ее дальнейшей продажей через собственную сеть бутиков, раскиданных по стране. А вот нынешним главой компании, что досталось ему от отца, а тому от деда, был Леонид Мальцев. И, увы, он практически запорол семейное дело. Он не понял, когда все упустил, но компания была в кризисе. Сейчас Леонид Мальцев метался перед панорамным окном, словно тигр в клетке. Затем он остановился, скинул с широких плеч темный пиджак и бросил его на спинку кресла. Мужчина кинул взор на своего закадычного друга и, заметив его довольное лицо, скривился. Схватив со стола ручку, мужчина метко бросил снаряд в лоб, тот попал в цель. «Эй!» – обиделся Денис. «Ты чего?» «А чего ты такой счастливый?» – не выдержал Мальцев. «Я что, сам с собой разговаривал битый час? Ты вообще меня слышал?» Денис потер лоб, вздохнул и поменял положение на сидячее. Он отложил телефон в сторону, возвращая внимание к другу и начальнику. «Конечно, я тебя слышал. Я тебя слушаю вот уже несколько месяцев. Да, твоих дизайнеров переманили за границу, а также они саботировали пару показов, забрав коллекции». «Вспомнил он. Но мне казалось, что ты нашел выход. Слияние с японской компанией, которая выведет нас на новый уровень, верно?» «Да еще и Азия сейчас в тренде как никогда. Все эти чингачкуки из BTS, анимешники, самураи, они на пике популярности. Такой коллапс улит нашему подиуму мировую славу». «БТС – корейцы, не японцы», – поправил друга Леонид. «Да неважно. Главное то, что ты нашел выход, Ленька. Батя твой о контракте с японцами даже мечтать не мог. Тем более с лидером восточной фэшн-индустрии Такахаси. Никому это не удавалось. Никому. Он в России не появлялся с юношества, а ты нашел с ним контакт. Так чего ты снова кислый и паришься?» Ворчал Денис, а затем состроил понимающую гримасу. «А, из-за Алинки, да?» Услышав имя невесты, точнее, бывшей невесты, Леонид потер лоб, словно пытался разгладить появившиеся там морщины. «Нет, то есть вообще-то да, все из-за нее может пойти прахом», – сообщил мужчина резким тоном. «Ты же знаешь, как долго я вел переговоры с Макото Такахаси. Я общался с ним лично, располагая к себе. Я пригласил его в Россию. Он признался, что скучает и считает, что наша страна – кладезь традиций, семейных ценностей, которые он так ценит. Мать у него русская, он даже жил здесь раньше, а потом перебрался в Японию. И с тех пор он сюда не возвращался. Я обещал ему балет, экскурсию по храмам». «И что? В чем проблема?» – зевнул Денис. «У нас что, Лебединое озеро перестали показывать? Лебеди закончились, улетели на юг?» Мальцеву было не до шуток. Он опёрся руками в стол, покачал головой с густой тёмно-каштановой шевелюрой. «Дело в том, что больше всего он ценит традиции», – сцедил Лёня. «И он не станет вступать в деловые отношения с молодым холостяком. Считай, что у него такой пунктик. Может, проблема в его детстве, я не знаю. Макото воспитывала мать, у них было много проблем. Своего отца он долго не знал». «А может, он и ребёнок Олимпиады какой-нибудь?» – предположил Денис с ухмылочкой. Мальцев пожал плечами. «Понятия не имею, но факт остаётся фактом. Он очень любит свою жену, детей, ценит тех, кто разделяет его взгляды. Он приедет сюда с супругой, и я уже обещал ему представить невесту. Даже позвал на свадьбу. Если я ему скажу, что свадьбы не будет, потому что невеста мне изменила, не знаю, захочет ли он заключать контракт». «Но не может же он всё отменить, лишь потому, что твоя невеста оказалась слаба напередок». Возмутился Денис. «Да и не ты ж я изменял. Может, ситуация тебе даже на руку. Япошка тебя пожалеет, брошенку несчастного, поэтому заключит сделку». Леонид сутулился. Груз воспоминаний, которые он гнал от себя, словно бы навалился на его плечи. Мальцев всё ещё не мог осознать, что Алина, с которой он встречался три года, изменила ему. С Алиной он познакомился во время показа новой коллекции. Она была моделью. «Да, история банальная, но разве легко не влюбиться в сногсшибательную брюнетку с разрезом глаз, как у Анжелины Джоли?» Вот и владелец подиума поплыл. Леониду казалось, что у них всё хорошо и идёт по плану. Год назад он сделал Алине предложение руки и сердца на Мальдивах. Она согласилась. Они назначили дату свадьбы. А потом… Потом всё было как в тупом анекдоте. Он увидел переписку своей невесты с каким-то мужиком. Она присылала ему весьма откровенные фотографии, назначала встречи. И нет, Лёня не лазил в её телефоне. Просто так распорядилась судьба. Смартфон и яблочко последней модели, что мужчина подарил Алине, оказался в его руках в тот момент, когда объявился её любовник. Он благодарил Алину за прекрасное свидание и жаркую ночь. Даже отправил её фотографию, сделанную в постели отеля. Леонид не знал, с кем у Алинки был роман. По переписке этого было не понять. Да и не собирался он нанимать некоего Шерлока Холмса, чтобы расследовать это дело. Много чести. Мужчина просто выкинул изменщицу из своей квартиры, где она вполне прекрасно устроилась, да разорвал помолвку. Алина, правда, плакала, умоляла простить её, даже на коленях ползала, однако Лёня такого не прощал. Предательство было для него тем самым табу. Совершив его, человек для Леонида был мёртв. Однако случилось всё это всего два дня назад, а гости из Японии буквально уже были на пороге. Их следовало встречать с хлебом, солью и невестой уже завтра. Только где же её взять, невестушку? На рынке, как морковку, не купишь. Хотя, может, купишь на чёрном. Но вряд ли это было в рамках закона и соответствовало моральным ценностям, которые чтил японец. «Не хочу рисковать. Не хочу выглядеть дураком или ущербным в его глазах. Если я невесту не смог удержать, то как мне можно доверить компанию?» стыдил мужчина. «И что ты будешь делать?» Вскинул бровь Денис. «Актрису наймёшь?» «Буду действовать проще. Возьму в жёны ту, что первая войдёт в дверь». Буркнул в ответ Лёня. Денис захохотал, хлопнув себе по колену. «Блин, надеюсь, что это будет тётя Лида из бухгалтерии, которую ты всё никак на пенсию не отпустишь». Заявил он, вспоминая недовольное лицо пожилой и тучной женщины, которая любила использовать кислотно-зелёные и синие оттенки в макияже. «Или Алинка припрётся, чтобы опять прощения просить. Вот умора будет!» Денис снова засмеялся, глядя на мрачного босса, как вдруг раздался стук в дверь. Ковриков мигом заткнулся, подавившись с мешком. Затем, глянув на оцепеневшего на миг Мальцева, он пафосно изрёк. «Слышишь? Судьба стучится в дверь!» «Иди ты!» – буркнул мужчина, а затем быстрым шагом пересёк кабинет. «Вообще-то я никого не жду, даже секретаршу отпустил». Ольга, секретарша мужчины, собиралась в декретный отпуск. Она уже искала себе замену, потому что беременность протекала сложно, и женщина вынуждена была отлучаться по делам. Он распахнул дверь и застыл. На пороге стояло нечто. Денис вырос рядом, с любопытством выглянул из-за плеча Лёни и присвистнул. «Ого, бродяжка!» – выдал он, ничуть не стесняясь клеймить людей. «У нас что, милостыню просят уже ходя по офисам, а не вагонам метро?» Молодая девушка ощутимо смутилась и съёжилась под чужими взглядами, щёки её зарделись. Однако у Дениса были причины сделать такие выводы. Дело в том, что девушка была грязная. Юбка у неё порвалась, как и колготки. На голове была прическа в стиле «Я упала с сеновала, тормозила головой». На белой рубашке красовалось свежее кофейное пятно. «Я не за подаяниями пришла, я на собеседование», – заявила девушка, взяв себя в руки и одарив Дениса недовольным взглядом. «Какое собеседование?» – не понял мужчина. «На должность секретарши», – объяснила девушка, пытаясь поправить юбку, однако ситуацию это не спасло. «Я звонила, беседовала с Ольгой. Мы с ней виделись вчера. Она сказала прийти сегодня в десять и встретиться с вами, но ни в коем случае не опаздывать. И вот я здесь». Мужчина попытался вспомнить, говорила ли ему Оля что-то про встречу с соискателем. Либо он пропустил мимо ушей, утопая в других заботах, либо Оля по своему обыкновению забыла. После того, как наступил второй триместр, с женщиной стало что-то странное происходить. Она много плакала, а еще все на свете забывала. Леонид ее начинал бояться. Однако выбор секретарши показался ему странным. Леня все-таки впустил девушку, что представилась Анной Анатольевной Шульгиной, в кабинет. Анна не хотела садиться в кресло, боясь его испачкать, но Мальцев настоял, а сам сел напротив, принимая ее резюме. Денис стал маячить по кабинету, как тень отца Гамлета. Периодически он замирал за спиной Анны, попадая в поле зрения друга, да делал ему намеки на то, что перед ним сидит его судьба и будущая невеста. Например, разыгрывал пантомиму на тему кольца, надетого на пальчик. Леня пытался его игнорировать, хотя очень хотелось схватить оставшуюся ручку и снова запустить в друга. Правда, он боялся напугать этим потенциальную секретаршу, поэтому сдерживал порывы. «Итак, Ольга считает, что вы мне подходите?» Аня кивнула, но на лице ее появилось сомнение. «Буду с вами честна, ваша секретарша, выслушав меня, стала плакать и обниматься», — призналась девушка. «Я не уверена, ей понравились мои ответы и набор компетенций, или она меня просто пожалела». Мужчина снова покосился на Анну, думая, что такую, кто хочешь, пожалеет. Аня, верно истолковав его взгляд, принялась защищаться. «Послушайте, я не всегда так выгляжу». «Ну, хочется верить», — улыбнулся Леня. «Понимаете, сегодня день не задался с самого утра. Не выдержав, начала сетовать на судьбу Анна. Телефон сломался, и мы с Сашкой проспали. Мне надо было его кормить и тащить в школу, а там такая учительница вредная. Я не хотела попадаться ей на глаза и успешно скрывалась почти два месяца. Однако сегодня, из-за опоздания, она меня поймала и не отпускала, пока не выложила всю информацию о школьной жизни». «Так, а Сашка это кто?» — уточнил Мальцев, чирикая ручкой в блокноте, словно бы вел конспект повествования девушки. Анна смогла его удивить ответом. «Мой сын». Затем, как вытянулись лица мужчин, Анна уточнила. «То есть, вообще-то он мой брат, просто наших родителей не стало прошлой зимой. Несчастный случай. Я взяла опеку над братом». Анна сказала об этом просто, уже привыкнув к положению вещей и своей личной истории. Однако у Леонида сердце на миг сжалось. Он понял, почему ревела Оля. Мужчина снова глянул на резюме девушки, что выглядело весьма скудно. Как он понял, Анна была еще студенткой. Однако вместо того, чтобы закончить учебу, пятый курс она взяла академический отпуск и теперь искала работу. Затем, словно вспомнив нечто важное, Анна подскочила на месте и сообщила с пылом. «Саша почти не болеет, клянусь. Даже когда весь класс слег с ротовирусом, а потом был на месяц выкошен ветряной оспой, мой Сашка был здоров, даже не кашлял». «И зачем мне эта информация? Вы хвастаетесь?» «Нет же, я хочу сказать, что не буду пропускать работу из-за ребенка». «Ну, предположим. Вернемся к вашему внешнему виду. Я бы мог подумать, что вы дрались за вакансию уборщицы, но, если честно, других соискательниц я не видел в коридоре». Щеки Анны чуть покраснели, она на миг опустила ресницы. Плечи приподнялись и опустились от тяжкого вздоха. «В общем, когда от меня отстала Инесса Григорьевна, взяв обещание прийти на собрание и выплатить им очередной взнос, не пойми на что. Нет, правда. Зачем моему Сашке сдавать деньги на компьютерный класс? Он же сам во втором классе только учится, до информатики еще пять лет!» Возмущалась Анна, а затем, осознав, что снова отвлеклась, прочистила горло и продолжила. «В общем, как я сказала, сегодня не мой день. По пути на собеседование мне позвонила соседка, сказала, что дядя Гриша нас затопил. Пришлось все бросить и вернуться домой. Дядя Гриша с третьего этажа пьет, понимаете? Он и раньше устраивал дебоши, но в этот раз превзошел себя. У нас потолок на кухне вздулся. Ну и, кое-как уладив проблему, вызвав службу и оставив соседку на дежурстве, я ринулась к вам, но потом меня облила машина. Точнее, не так. Дверь такси, в котором я ехала, заживала мою юбку. Машина дернулась вперед, а я упала в лужу, сломала каблук, да еще подрала одежду. Ну а затем уже здесь какой-то мужчина врезался в меня и вылил кофе. Я могла уехать домой, переодеться и опоздать, но я уже была вблизи вашего офиса, поэтому решила, что терять мне нечего. Денис, не сдержавшись, хмыкнул. Вы, конечно, отчаянная мадам, пришли в компанию «Подиум», которая на минуточку специализируется на красоте, да в таком виде. И на что вы рассчитывали? Не слышали, что людей встречают по одежке? Анна нахмурилась, однако Леонид не придал словам друга значения. «Послушайте, Анна, а почему вы не ищете работу по специальности?» Мужчина снова мазнул взглядом по строчкам резюме девушки, невольно задержавшись на ее фотографии. Там она была в очках и с косичками. Просто школьная медалистка, не иначе. «Вы же учитесь на бухгалтера, верно?» К сожалению, меня не берут. Всем нужен опыт, а если ты без опыта, то платят очень мало. Некоторых испугало наличие маленького ребенка. Другие заявили, что вообще не будут платить по 2-3 месяца. Мол, все это время я буду бесплатно стажироваться. И не факт, что они меня примут на работу, когда закончится испытательный срок. А у меня, если честно, нет возможности бесплатно работать. «Мне же надо кормить и одевать Сашку, водить его на футбол, а там форма платная, и платить за этот компьютерный класс, если на то пошло». Девушка печально вздохнула, а затем с мольбой взглянула на мужчину. «Послушайте, я очень ответственный человек. Я буду отдаваться работе целиком и полностью. А еще у меня такой склад ума, я все запоминаю. Не только то, сколько ложек сахара вы кладете в кофе, но и все встречи, имена, цифры. Вы не пожалеете, если возьмете меня на работу. Если не секретаршей, то хотя бы уборщицей». Леонид присмотрелся к Анне. Глаза у нее были большие, васильковые, волосы светло-русые, длинные. Если расчесать, то наверняка даже красивые. Черты лица тонкие, губы имеют форму пухлого сердца. Она была невероятно миловидная, если отмыть, конечно. Да еще и эта история про родителей и брата, которого она взяла под крыло. Ну просто идеальная сказка для японца. Может, Денис был прав, судьба ему постучалась в дверь, ведь ему, Леньке, нужна была именно такая невеста. Добрая, искренняя, славная, которая не вертится в его кругах. «Знаете что, а вы идеально подходите», – заявил Леонид, почесав подбородок. «Да», – обрадовалась Анна. «Да», – охнул Денис, замирая на месте. Леонид кивнул, а затем, скромно поправив бумаги на столе, добавил. «Подходите на роль моей невесты». «Что?», – охнула Аня от прянов. «Что?», – вторил ей Денис, роняя телефон. Леонид снова улыбнулся, пытаясь сделать выражение лица как можно более приятным. «Выслушайте меня, пожалуйста. Мне необходима фиктивная невеста на ближайших месяца два-три. Однако основной фронт работ ждет нас завтра вечером, а потом еще недели две. Ко мне приезжают потенциальные партнеры из Японии, и мне важно произвести на них впечатление человека, который готовится к свадьбе. После того, как я завершу сделку, мы что-нибудь придумаем и сделаем вид, что разошлись. «Понимаете?» – «Нет», – честно просипела Анна. Леонид вздохнул и обрисовал Ане ситуацию. Он даже налил ей воды, видя, что девушка близка к шоку. «Вы не думайте сразу отказываться», – предупредил он. «Я вам помогу. Сниму квартиру для вас и брата. Сделаю ремонт потолка вашей. Буду платить куда лучше, чем секретарша или любовница. А вы должны держать язык за зубами, играть свою роль. Вот такая сумма задатка вас устроит?» Мужчина взял бумажку и написал цифру. Глаза Ани округлились, а вода попала не в то горло. «Это задаток?» – просипела Анна, откашлявшись. Леня кивнул. «Это же не с интимом?» – уточнила Анна густо краснее. Денис разразился лающим смехом. Леонид, снова взглянув на ее драные колготки, покачал головой. «Нет, Анна, не переживайте. Я просто хочу показать гостям кроткую и милую невесту. Понимаете? А времени устраивать кастинг у меня нет». Анна думала недолго. Сумма, написанная на бумажке, жгла сетчатку глаза и мешала мыслить разумно. Девушка вскочила с места и протянула руку. «По рукам!» Леонид подавил смешок, оценив ее смешной жест. Он коснулся руки девушки. Пальцы ее оказались прохладными, тонкими и нежными. Маникюра у нее не было, но Лене это даже понравилось. Он уже предвкушал, как использует историю Золушки в свою пользу. Целый день мужчина готовил Анну к встрече. Они придумали свою легенду знакомства и отношений. Денис маячил рядом и мешал, пока Ленька не погнал его работать. Затем мужчина отвез Анну за братом. Они заехали за вещами, и Леня забрал их к себе. «Дом у меня большой, так что места хватит», — объяснил он. «А потом я сниму вам жилье, как и обещал». Сашка оказался смешливым и умным мальчишкой. Он понравился Лене, впрочем, как и Анна. Общение с новыми жильцами давалось Лене до странности легко. За ужином, который мужчина заказал из ресторана, он поделился мыслями с Аней. «Знаете, ощущение, что мы уже знакомы». «Все верно», — улыбнулась она, засовывая в рот кусок рыбы. «Мы же почти женаты», — Леня улыбнулся в ответ. «В смысле женаты?» — ахнул Саша. «Ешь овощи», — посоветовала ему старшая сестра. И вот наступил день Икс. Макото Такахаси и его прекрасная супруга со столь же красивым именем Сакура, в честь которой была названа его компания, прибыли вовремя. Леня лично встретил их в аэропорту, заселил в отель, а затем расстался с парой до ужина. Дома, ожидая Анну, Леонид был как на иголках. Он нанял няню для Саши, а Анну отправил в салон красоты и в свой магазин, чтобы привести ее в порядок. Однако весь мандраж испарился, едва Леонид увидел Аню. Все было как в фильмах, что он смотрел в юности. Там девушка спускалась по лестнице на первый этаж, касаясь рукой перил. И она была прекрасна. Аня тоже была прекрасна. Нет, она была не модель, как Алина. Однако в Ане, одетой в белое платье, с прической, открывающей личико, было нечто особенное, даже неземное. Мужчина подставил локоть спутницы и удивился, ощутив, что в животе стало теплее, когда она взяла его под руку. В ресторане все прошло чудеснее, чем Леонид мог себе представить. И во всем этом была заслуга Анны. Девушка легко нашла общий язык с Макотой и Сакурой, очаровав их своей простотой. Выдуманная история знакомства жениха и невесты, а также реальная судьба Анны глубоко тронула супружескую пару. Макота Такахаси не мог отвести от Анны взгляда, а под конец вечера, не выдержав, спросил. «Ваше лицо мне так знакомо, мог ли я где-то вас видеть?» Анна смущенно улыбнулась, пожала тонкими плечами. «Не думаю, я всю жизнь жила в России, на билбордах не появлялась». Макота кивнул, но всматриваться в черты лица девушки не перестал. После этого семья Такахаси провела в России две чудесные недели. Леонид и Анна всюду их сопровождали, чем радовали пару. Однажды мужчина подозвал к себе Леонида и сказал искренне. «Береги ее, такие девушки, это алмазы среди пыли». Леня посмотрел на Анну, которая мерила кимоно, привезенное Сакурой, и смеялась. Сердце его сжалось, он подумал, что Макота прав. Леонид стал много времени проводить с Анной, а заодно и с Сашей. Мальцев и его подельница решили, что будут жить вместе, пока из страны не уедут их японские гости, мол, чтобы не вызвать подозрений. Однако ситуация стала накаляться в неожиданном для Лени ключе. Так Анна, узнав, что Такахаси любит футбол, позвала его с супругой, а вместе с ним и Леонида на матч Саши. Мальчик был голкипером, причем весьма прытким и хорошим. Он не пропустил ни одного мяча, хотя защита команды часто ошибалась. Более того, в бутсы вратаря, казалось бы, вставили по пружинке, так лихо он прыгал за мячами, то в левый, то в правый верхний угол ворот. После матча вся команда отправилась на прогулку, а затем Макота и Сакура напросились на домашний ужин. Леня не был готов к гостям под своей крышей и был уверен, что план провалится, но Анна и тут не подвела его. Аня, хозяюшка по натуре, уже успела освоиться на кухне Леонида. Девушка раздала всем указания, доверив Макоте и Леониду нарезку овощей, а Сакуре велела отдыхать и пить чай. Такое распределение обязанностей насмешило супругов. Впрочем, подготовка ужина, а затем и трапеза прошли чудесно. Блюда, приготовленные Аней, с помощью ее поварят, вышли отменными. Позже они все играли в шарады, монополию и даже русское лото, расположившись на полу в гостиной. Леня хохотал до коликов в животе и думал, что давно так душевно не проводил время. Вскоре Леонид стал ловить себя на мысли, что часто думает о сестре и ее брате, даже скучает по ним. Он попросту забывал о том, что у их отношений был деловой подтекст. Денис, глядя на друга, начал замечать с неким презрением, что тот витает в облаках. «Уж не влюбился ли ты в свою фейковую невесту?» – вскинул бровь ковриков. «Не говори ерунды!» – отмахнулся от него тогда Леня, хотя перед глазами так и норовил возникнуть навязчивый образ подставной возлюбленной. Вот только этим утром он спустился вниз на кухню, чтобы выпить кофе. Там играла музыка, а Анна, пританцовывая, готовила оладьи. Сашка уже ел их, макая в сметану. «Доброе утро, Леня!» – просиял ребенок и протянул жирную от завтрака пятерню, чтобы Леонид по ней ударил. Такое приветствие уже стало их традицией. «И тебе, чемпион!» – хлопнул по детской ладушке мужчина. «Что, сегодня выходной?» «Нет, я на тренировку!» – гордо заявил мальчик. Анна же обернулась с улыбкой, глядя на мужчину и ребенка. От такой улыбки таяли ледники, а вместе с ними и сердце бизнесмена. «Будешь завтракать?» – пропела девушка. «Я приготовила блинчики и купила твое любимое варенье. Ты же говорил, что любишь абрикосовое, да?» Сердце мужчины сделало кульбит. Вот так, от простого вопроса, бытового по сути. Она же не призналась ему в любви, просто запомнила, какое он любит варенье. «Ага», – кивнул он. «Мне бабушка готовила такое варенье. Она была с Украины, там было много абрикосов. Даже свиней кормили. И еще там были грецкие орехи. Она присылала их мешками». Мужчина смутился, думая, зачем вообще поделился такой информацией. Однако Аня, перевернув блинчик, просияла. «О, я люблю орехи. Правда, они жутко дорогие стали. Ты садись давай, ешь, пока горячее». Скомандовала Аня, доставая тарелку для мужчины. Аленя невольно подумал, что купит ей все орехи мира, если она попросит. А может, даже посадит грецкий орех прямо во дворе. И таких случаев было очень много. Мальцеву казалось, что они с Аней прожили под одной крышей как минимум год. Столько у них появилось теплых воспоминаний. Как они все ходили в балет, и глаза Анны горели от восторга. Он даже на сцену не смотрел, лишь на ее профиль и розовый румянец щек. Помнится, Макота еще толкнул его локтем и подмигнул лукаво, мол, я все вижу. Или как они отправились кататься на велосипедах. Анна потеряла управление на скользкой луже и упала. А Леонид, желая ей помочь, лишь усугубил ситуацию, спикировав сверху. Он испугался, что поранил девушку, но обнаружил, что она, грязная и мокрая, придавленная им к земле, хохочет. Или как Сашка решил постирать свою форму сам, но переборщил порошком. Прачечная наполнилась пеной. Мальчик переживал, что хозяин стиральной машины и дома будет ругаться, но Леня объявил о начале пенной вечеринки. Как же они тогда смеялись и дурачились. Леонид понял, что не представляет свой дом уже без Анны и Сашки, без их разговоров за ужином, суетливых завтраков, прогулок. Однако Леня боялся признаваться в чувствах самому себе, не то что Ане, ведь лишь недавно он пережил измену. И вот до отъезда Такахаси оставались считанные дни. Однако за ужином Макото поднял рюмку с главным русским напитком. Нет, не квасом. Затем мужчина произнес тост. «Мы решили задержаться в России подольше, Сакуре здесь нравится, а я определенно вдохновился вашей культурой и решил привнести местный колорит в новую линейку одежды». Затем мужчина посмотрел в глаза Леониду и заявил. «И я надеюсь, что мы будем работать над ней вместе. Что думаете?» Леонид понял, что победил. Рука Анны сжала его. Он посмотрел на девушку с нежностью, а затем кивнул японскому партнеру. «Думаю, поднял он свою стопку. Нас ждет процветание и отличное сотрудничество». И вот свершилось то, чего не желал Леня. Мужчины уже планировали подписать контракт, когда Макото Такахаси приехал в офис к Мальцеву без предупреждения. «Я не знал, что вы способны на такое. Я верил вам!» Заявил раздосадованный японец. «Я был гостем в вашем доме. Привел супругу на ваш порог. Сидел за вашим столом. Выжил. Гали мне в лицо». «О чем вы?» Ахнул Леонид. Он никогда не видел японца, столь степенного обычно, в гневе. Мужчина покраснел. Морщинки стали еще виднее на его лице. «Ваши отношения с Анной – это фарс, верно? Розыгрыш? Как вы могли?» Леня побледнел. Он вскочил с места, выбежал из-за стола, надеясь задержать мужчину. «Послушайте, я вам все объясню. Невеста у меня действительно была. Однако перед вашим приездом она меня предала. Я боялся, что вы сочтете мои истории о свадьбе обманом, способом заманить вас сюда. «И что, поэтому вы решили солгать мне по-настоящему?» Мужчина сморщился, посмотрел в лицо Леонида с жалостью. «А знаете, Леонид, вы мне понравились. За долгие годы вы стали первым человеком, который заставил меня вернуться сюда. Анна же стала тем, кто заставил нас задержаться». Мужчина умолк на миг, а затем выдохнул. «Хотите знать правду? То, о чем не разнюхали журналисты, что копались в моем прошлом?» Люни кивнул и Токахаси продолжил. «Меня здесь не приняли, не любили. Маму мою тоже. Кто шептался за спиной, что она родила узкоглазого и смуглого уродца, а кто в лицо ей чуть ли не плевал? Про толерантность тогда люди вообще не слышали. И я не думаю, что в то время все были такие. Просто нам с мамой не повезло с окружением». Мужчина вздохнул. «В школе надо мной тоже издевались. Им даже имя мое не нравилось. Мама назвала меня в честь папы. Помнится, у меня здесь был лишь один друг. Настоящий. В армии. Да и тот из другого города. Конечно, позже я изменился, не давал себя в обиду. Понял, чем хочу заниматься. Жизнь стала легче. Люди вокруг меня тоже поменялись. Но внутри меня так и остался обиженный ребенок, понимаете? Затем, спустя много лет, в Японии нашлась моя бабушка. Ее сын признался в интрижке во время командировки, да показал письма от моей матери. Старушка оказалась характером, велела сыну исправлять ошибку. Тем более, что у нее на старости лет не было внуков. «Вот к бабуле я и уехал вместе с мамой. Там меня приняли. Здесь же я был гадким утенком на куриной ферме, как в сказке. Помните?» Леня снова кивнул. Но Макото даже не заметил этого, уйдя в воспоминания. «Жизнь все же странная штука. Даже там, в стране восходящего солнца, когда я добился признания, я все равно скучал по родине. И сердце ее не выкинуть. Есть здесь что-то особенное. Только вот возвращаться мне было не к кому. Не было причины. А потом появились вы, Леонид. Такой настойчивый, вместе с тем открытый. Затем я узнал вас ближе и, признаться, полюбил Анну и Сашу. И после этого я узнал, что вы водили меня за нос. Дурачили. В лицо плюнули». Мужчина покачал головой. «Да, если бы вы сказали правду, вы бы мне тоже понравились, как и ваши идеи для бизнеса, Леонид. Однако я не могу доверять тому, кто обманул меня однажды». Леня хотел спорить и просить прощения, но вместо этого выдохнул. «Я... я понимаю». Такахаси кивнул и вышел. Руки они друг другу в этот раз не пожали. Леня приехал домой, будучи в ужасном настроении. Анна ему улыбнулась. Они с Сашей играли в мяч на заднем дворе. «Присоединяйся», — позвала она. «А то Сашка говорит, что я очень слабо бью по мячу». «Ты бьешь, как девчонка», — хихикнул Саша, стоя в импровизированных воротах. Аня закатила глаза. Леонид понял, что сердце в груди колет. Однако он сжал зубы и, переборов теплое чувство, сцедил. «Вам пора уезжать». «Что?» — растерялась Аня. «Вам пора уехать отсюда. Все кончено». Анна смутилась, заправила прять русых волос за ухо. «О, вы подписали контракт, да?» «Нет». «Тогда почему?» «Потому что не будет контракта», — вышел из себя Мальцев. «Все было зря, ясно?» «И самое интересное, Аня, Такахаси узнал, что ты мне не невеста. Интересно, откуда? Кто не умеет держать язык за зубами?» «Это не я, клянусь», — вспыхнула Аня. «Да, а кто тогда? Об этом знали лишь ты, я и твой брат. А теперь знает и Макото, и все кончено, понимаешь? Моя компания сдохнет, а мой отец будет тыкать меня в это лицом, напоминать, что я позарился на слишком большой кусок, который мне был не по зубам. А Такахаси найдет другого партнера, наверняка найдет. К нему выстроится очередь из страждущих, они все, блин, придут на готовое. А это я привел его сюда, я внушил ему идею новой коллекции, я все дела оставил, все силы на это кину. Ай, плевать». Леня тяжело дышал, Анна смотрела на него с упреком. Мужчина смутился, но лишь на миг. Затем он отвернулся от нее, от ее взгляда. «Собирайте вещи, вызову вам машину, и я заплачу, как и обещал». «Не надо», буркнула Анна. «Ты и так заплатил мне слишком много. Саша, пойдем, пора домой». «Что? Но мы же дома!» Удивился ребенок. Аня покраснела. «Нет, в наш дом, Саша, здесь мы были в гостях, я же говорила». Ребенок хотел подбежать к Лене, что-то сказать, но сестра его утащила в дом. Потом они уехали. Леонид даже не вышел попрощаться. Анна села в такси. Водитель уточнил адрес. Девушка кивнула, глядя в окно и теребя крестик, что достался ей от папы. Крест был странным, ведь у него недоставало части распятия. Она была отколота. Однако папа клялся, что нательный крестик – его талисман. Во время аварии на мужчине крестика не было. Аня порой думала, сложилась бы судьба иначе, если талисман был бы при папе. Теперь он достался Ане. Правда, она в последнее время редко носила его, ведь надевала украшения, которые приносил ей Леонид. Он утверждал, что его невеста должна соответствовать статусу. Аня не спорила. Однако все наряды и украшения девушка оставила в комнате, которую занимала. Она ничего не забрала с собой, хотя Леня говорил, что это подарки. Таксист въехал в центр города, и тут Анна вздрогнула, заметив знакомый отель. «Стойте, вы можете? Можете сделать остановку у отеля? Это важно!» Мужчина кивнул, Анна же схватив Сашу за руку, побежала в знакомый уже номер «Люкс». Ей открыла изумленная Сакура. Сначала женщина обрадовалась, но затем смутилась. «О, Аня, что же наделали вы?» Сакура хорошо говорила по-русски благодаря мужу, но иногда путала слова местами. «Зачем поступили с мужем так? Макота переживает». «Я понимаю, и мне очень жаль. Где он? Мне надо с ним увидеться». Умоляюще посмотрела Аня на женщину. Сакура задумалась, затем кивнула. Она открыла дверь шире. «Он в кабинете. Давайте я отведу Сашу на ужин в отеле, а вы общаться можете», — сказала женщина. Анна кивнула. Девушка прошла в кабинет. Макота сидел за столом, выглядя угрюмым. Услышав шаги, мужчина буркнул что-то по-японски, а затем поднял взгляд. Он опешил. «Ох, я думал, что Сакура пришла», — заметил Макота. Аня знала, что слова — это, конечно, многое, но язык тела значил для японцев куда больше, поэтому, не сомневаясь, она встала на колени. «Простите нас, прошу». Мужчина тут же встал и бросился поднимать Анну. «Брось, дочка, не пристало тебе кланяться», — смутился мужчина. «Уверен, не твоя была идея нас дурачить». Аня сжала руки в кулаки, но не встала, головы не подняла. «Вы меня послушайте, прошу вас». «Ладно, ладно, только встань», — сжалился мужчина. Анна кивнула, поднялась с пола, затем рассказала мужчине обо всём. «Поймите, Леонид очень любит свою работу. Я уже успела узнать его, нет человека, что так же был бы предан делу. Скажите, вы же цените семью, верно? Вот и ему компания досталась по наследству, а контракт с вами — его надежда на спасение. Да и какими бы ни были его мотивы, он правда помог мне и брату. И знаете, кажется, мы не лгали вам». Сказав это, Анна опустила глаза. «Я не лгала». «Милая моя», — догадался мужчина. «Да ты никак любишь его?» «Это уже не важно», — вздохнула Анна. «Однако я хочу сказать, что партнёра лучше, чем Леонид, вы не найдёте». Анна ещё долго расписывала достоинства мужчины, а также извинялась перед Токахаси. Всё это время от волнения она вертела в пальцах крестик. И тут мужчина, сощурив взгляд, охнул. «Анна, покажи, покажи мне его!» Анна удивилась просьбе, но крест сняла и передала в дрожащие пальцы мужчины. «Поверить не могу. Откуда он у тебя?» «Он принадлежал моему отцу». Мужчина сглотнул. На лице его появилась боль. «Ты знаешь, почему у крестика нет кусочка?» Анна кивнула. Папа сломал его во время службы в армии. Глаза Макота наполнились слезами. «Да, так и было, так и было». Затем он посмотрел в лицо Анне. «И как я сразу не понял, почему ты мне так знаком? Ты же одно лицо с папой, с Дмитрием». «Вы знали отца? Ну как?» Изумилась Аня. Мужчина рассказал, как Дмитрий вступался за него во время службы в армии. Как крепко они сдружились. А однажды попали в передрягу во время учения. Такахаси бы погиб, если бы не его товарищ. Дмитрий спас его, а сам оставил там кусочек крестика и смеялся, что легко отделался. Или же его бог спас. После такого Такахаси уже не мог отказать Анне в просьбе. Мужчина вновь собрался и вернулся в офис подиума. Он сразу подписал бумаги к изумлению Леонида, а на вопрос Мальцева, почему тот передумал, ответил. «Спросите у Анны. Она просила за вас. На коленях просила». Затем мужчина, подумав, добавил. «Я уже говорил, что она драгоценный камень среди пыли, но повторюсь снова. Не упустите ее, Леонид». «Но... разве не она раскрыла вам правду?» «Что?» «Нет, мне пришло анонимное письмо», — ответил мужчина. Леня был опустошен. Он все время думал об Анне, но понятия не имел, что делать. Мужчина был уверен, что Аня проболталась, предала его. Однако теперь сомневался в этом. Не ее почерк, да и неспособна она была на предательство. Леонид, бросив все, решил ехать к Анне и обсудить все лично. Он подошел к кабинету друга, чтобы объявить, что оставляет офис на него, но услышал голос бывшей невесты и замер. «Алина, на кой черт ты пришла? Он не хочет тебя видеть», — бурчал Денис. «А ты, ты хочешь?» — хихикнула Алина и влажно поцеловала Дениса. «Ну не здесь же. Ты хочешь, чтобы все пошло на смарку? У нас и так проблема. Сначала Ленька нас спалила, ведь ты могла бы оттяпать его имущество после свадьбы. Благо, что он не узнал, с кем ты общалась», — ворчал мужчина. «А теперь еще хуже. Этот епошка сегодня вернулся и потребовал в срочном порядке контракт. Вот скажи, какого хрена? Я что, зря ему все карты раскрыл на обман? Я что, зря всех дизайнеров спровадил? Ленька уже был в раздрае, понимаешь? Он был готов продать компанию за копейки. Я бы взял ее в свои руки и все, все было бы моим». Голос Дениса непривычно взвизгивал от напряжения. Леня же сжал руки в кулаки. «Вот что значит». Пригрел на груди змею. Даже работу ему дал, должность солидную. И вот что в итоге. «Ну не злись, ты еще придумаешь, как подставить Леонида». «Нет, не могу. Он выбирается из болота снова и снова», — злился Денис. «У меня уже нет идей. Если контракт подпишут, то я не знаю, как выкручусь». «Ты такой злой, жадный и завистливый», — хихикала Алина. «Ты хочешь все, что есть у Лени, его компанию, его невесту. Меня это возбуждает. Ты же в курсе?» «В курсе», — хмыкнул Денис. «Знаешь, а после расставания с той бабенкой Леня ходит, как собака побитая. Может, тебе стоит подсуетиться и вернуться к нему? Ну, вернемся к плану А. Вы поженитесь, а там уже и с бизнесом разберемся». Леонид дальше слушать не стал. Он вошел в кабинет замдиректора спинка, а затем выпроводил любовников из офиса, причем с концами. Уже после этого он приехал к Анне. И ему, хоть и не японцу, тоже пришлось встать на колени. Хотя Аня бы его и так простила. Ведь если любишь, то прощаешь очень многое. А она любила. Что же было потом? Потом они все жили долго и счастливо, как и полагается в сказках со счастливым концом. Но кто сказал, что сказки не случаются в реальной жизни? Очень даже случаются. И порой череда несчастья может привести вас к настоящему и огромному счастью. Главное вовремя открыть, если услышишь, что оно стучится в твою дверь.